Борис, здравствуйте! Очень рада вас приветствовать в нашем эфире. Я смотрела вашу программу с отцом, ваш спецвыпуск, как раз когда появились первые сообщения о том, что самолёт Пригожина разбился. И там была такая интересная мысль, вами сформулирована, о том, что Пригожина убили, потому что он ослабел, продемонстрировал слабость. Вы можете нашим зрителям это как-то пояснить? Ну, я думаю, всё-таки убили его, моя версия, потому что он пошёл на мятеж, а убили его сейчас, потому что удалось более-менее развести его в империю и устранить существенную угрозу. В этом плане для меня стало понятнее, зачем нужно было придумывать историю с переводом Вагнера в Беларусь, потому что долгое время она была неочевидна, и сейчас кажется понятным, что таким образом любые верные, самые верные Пригожину войска оказались в другой стране на максимальном удалении от Кремля. То есть у него отняли существенную часть его информационной империи, его в военную империю лишили тяжёлой техники и перебросили в Беларусь существенной части. Поэтому я думаю, что в этом плане довольно расчётная операция. Другой вопрос, что если никакой качественной договорённости, о которой мы гадали, по Беларуси, не было всё это время, это удивительно, как сам Пригожин не осознал, что всё идёт к такому финалу, когда его войска надвинули максимально далеко от любых российских стачевых объектов, возможности мстить, протестовать и так далее. Я понимаю, что история, и тем более какие-то недавние события, тем более не терпят сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Пригожин тогда всё-таки не развернулся в 200 километрах от Москвы, ну то есть он же пошёл на попятны, он фактически сложил оружие. Ну да, это интересная история, опять-таки тем, какой вывод из неё делают разные комментаторы, потому что пока существенная часть людей, которые обсуждают последствия убийства Пригожина для потенциальных врагов, внутренних врагов режима. Многие, я ориентируюсь на мнение Ксении Собчакова в чём-то как представители этого популярного взгляда, говорят о том, что убийство Пригожина – это сигнал, что даже думать не пытайтесь о том, чтобы выйти из строя, протестовать, восставать. А мне кажется, что как такой сигнал – это абсолютно бесполезно, ну потому что те, кто хотят пойти вооружённым мятежом, они не планируют это заранее, в смысле, ну, если что пойдёт не так, то всё и ничего, как ведь договоримся. А вот о чём это говорит нам? Это говорит о том, что любой следующий, оказавшись по своей воле или по всему обстоятельств в ситуации Пригожина, там, под Москвой, недалеко от Путина, ещё где-то, и с вилкой сдаться, договориться, сделать шаг назад или рискнуть идти до конца, будет знать, что если он, как Пригожин, испугается, договорится, поверит на слово Путину, что его простят, то через два месяца он окажется в самых неприятных для себя обстоятельствах в самолёте, падающем вниз. Поэтому тут, да, слагательное наклонение, конечно, сложно применимо. Много уже после битежа было разговоров о том, что на самом деле его бы встретили под Москвой и там разбомбили, расстреляли, шансов не было, хотя были и противоположные мнения. Но мне кажется, уже теперь очевидно, что Пригожину, конечно, было бы лучше умереть в огне и вписать себя в историю, чем так грустно и бесславно. Другой вопрос, что, возможно, его сдача спасла отчасти его семью, потому что проиграя в мятеже, открытым, скорее всего, семью бы разделить докола, а так есть шанс, что, как минимум, родственники дадут сохранить часть нажитого. Так что, возможно, в этом есть какое-то для него небольшое преимущество. Ну, то, что касается последствий, мне кажется, прошло вот сколько, четыре дня мы, в общем, пока что никаких особо последствий не увидели. Даже там российская пропаганда довольно скромно и сжато формулирует всё, что связано с этими событиями. Но у меня такой вопрос. Кому всё-таки вот стоит бояться в какое-то самое ближайшее время? Не знаю, на ум приходят Стрелков Гиркин, который сидит в Лефортово, Суровикин, естественно. Не знаю, вдруг Стрелков Гиркин окажется отравленным через неделю. Я понимаю, что это всё уже так из области фантастики, но тем не менее... Ну, во-первых, из области фантастики у нас ничего нет. У нас всё жёсткий реализм. Любой фантастический сценарий. Тут с каждым месяцем войны всё больше появляются вещей, списки через запятую, которые нельзя было себе представить за день до её начала. То есть, как бы, 24 февраля первым пунктом стало, мог ли кто-то себе представить, что реально начнётся полномасштабная война, но с тех пор мы через запятую добавляем всё подряд, включая частную армию, восстание этой частной армии, внезапную сдачу частной армии, теперь убийство главы частной армии в самолёте. Ну, в общем, тут длинный список, поэтому я не думаю, что отравлением в тюрьме можно кого-то будет удивить. Другой вопрос, не совсем понятно, зачем. Если с Пригожным была, наверное, мотивация, помимо публичной вести, всё-таки у Пригожных была доля влияния, были его войска, они сохраняли какую-то лояльность, значит, сохраняли угрозу для власти, то зачем нужно Стрелкова, за которого, в общем, никто не вышел на улицу существенно, который тихо, мирно сидит, зачем его нужно трогать, непонятно мне, тем более, что его заявление по поводу убийства Пригожина, я не знаю, отчитали вы или нет, оно выглядит, ну, немножко жалко, если честно. Понятно, что у человека тяжелое обстоятельство, но, в общем, начинать этот разговор с того, что я почти убеждён, что это не Путин, это точно не он, и не украинец, ну, это как-то... Я видела это, я себе это объяснила только тем, что он находится за стеной Клифортова, больше у меня никакого другого объяснения этого нет. В общем, такая двоякая ситуация, я не могу бросить человека в камень совершенно, потому что жить хочется, а другой вопрос, что как-то представлялось, что он такой борец, и что-то он с последних два месяца ещё до тюрьмы начал активно сдуваться, ну, тем более, тем меньше угрозы для Кремля представляет. Остаётся довольно большой вопрос для меня, которым мы сами не знаем, нету ответ, это какова лояльность Кадырова, вернее, как лояльность оценивают в Кремле, потому что из существенных частных армий осталась Кадыровская армия, и с одной стороны Кадыров выглядит абсолютно лояльным, с другой стороны, если вывод Путина из битежа стоял в том, что частная армия зло, а централизация это единственный выход, то, конечно, Кадыров это большое, большой камушек в его ботинке. Тут не совсем понятно, что можно добиться, сменив его, но то, что Чечню начали покусывать, скажем так, ее автономию стали в публичной сфере федеральные чиновники ставить под сомнение, это факт. Мы увидели уже несколько попыток поговорить о нарушениях в действиях главы Чечни, а такое, в общем, раньше обычно не случалось. Поэтому думаю, Кадыров безусловно находится в состоянии более интересным, чем он был два месяца назад, до начала мятежа. Говоря об устранении, да, тут есть большой еще один вопрос, понятно, готова ли Россия активно переходить на устранение противников за рубежом. Мы слышали о очереди я назову легких отравлений, потому что люди выжили. Я считаю, что это было легко, но их не убили. Отравление журналистов за границей и, в общем, на фоне того, что Вальц готова променять такие методы против журналистов и готова опасную позицию в России взрывать самолетами, судя по всему, возникает, конечно, вопрос, перейдут ли и когда перейдут они грани очередную и начнут открыто воевать с оппозицией за границей России, тем более, что если брать российскую историю продолжения советской, особенно ранней советской, то, в общем, устранение противников за рубежом это не новость. Поэтому я думаю, вот тут тоже хорошо бы людям начать думать о том, как они защищены и что им угрожает здесь, за пределами России. С точки зрения внутренних врагов, повторюсь еще раз, я не думаю, что в России есть существенная фракция близких пусть людей, которые строили план свержения власти, там, расписывая его поминутно и теперь вдруг поняли, что надо срочно сжечь свои планы и больше не планировать. Ну, мне сложно представить, что в российском режиме есть люди с такой мотивацией, такой готовностью делать сумасшедшие вещи. Другой вопрос, что как случится с Пригожиным, где, очевидно, марш на Москву случился от внезапного помутнения или там внезапного испуга и каких-то других вещей, так и тут любой следующий прорыв и следующее нападение на вертикай власти скорее всего будет происходить не потому, что его планировали, а потому, что где-то что-то не сошлось. И в этом плане я не думаю, что Пригожинская история кого-то напугает, потому что человек, который решается на... Ну давайте скажем так, когда Пригожин решился на мятеж и поход на Москву, всегда была вероятность, что через полчаса в него прилетит что-то большое с сотни килограмм в Завчатке и его убьет, не дожидаясь никого договора с Путиным. Поэтому вряд ли то, что в перспективе, если ты начнешь и потом отступишь, тебя могут убить, кого-то напугает в подобной ситуации. Вот меня как раз удивляет и до сих пор у меня нет какого-то четкого ответа на этот вопрос, как Пригожин, будучи в общем столь, наверное, бдительным человеком, мог сесть в этот самолет, тем более вместе с Дмитрием Уткиным, со своим там еще ближайшим заместителем, ведь, не знаю, даже есть же такое правило, что там президент и премьер-министр не летают одним самолетом. Я, конечно, понимаю, что Пригожин не глава государства, но мне кажется, о пломбе и мнение о себе у него примерно было такое же. Ну, да, насколько я помню, многие российские олигархи, например, не летают с семьей в одном самолете, стараются двигаться на два. причем не столько потому, потому что боятся, что их взорвут, сколько просто не хотят рисковать. Ну, тут есть две части. Первая, по не очень пока мне понятно в источниках, уже было много информации о том, что в последние два месяца сильно поджали возможности Пригожина для маневра подобного рода. были статьи о том, что ему запретили внезапно иметь маршруты самолетов, ему запретили внезапно пересаживаться в другой. То есть есть каких-то минимум свидетельств того, что частично эта ситуация создана была искусственно. Второе, очень сложно жить по распорядку. Если вы когда-то пытались соблюдать строгие плавила безопасности где бы то ни было без руки вас контролирующей, то вы довольно скоро узнаете, что месяц, два, три так жить можно, а через какое-то количество раз угрозы становится размытой, если покушений нет реальных. И возникает ощущение, что ты занимаешься какой-то ерундой, которая отнимает силы, время и ресурсы, пользы нет. Это, к сожалению, ситуация, которая случается регулярно, и я это знаю по своим клиентам в том числе. Поэтому я полагаю, что Привожин возвращался с какой-то длинной, судя по тому, что увидел западную салендопрессию, длинного турне по Африке, было много чего обсуждать, у него возникали проблемы, видел, в Москве была какая-то встреча, и дальше надо было обсуждать, времени было мало, и показалось, что, ну, вряд ли же на маршруте Москопитер ему что-то угрожает. Ну, опять же, давайте будем честными, если бы просили кого-то, где и как убить Привожина, ну, там в начале были бы какие-нибудь яды, я думаю, может быть, хоть случайный снайпер, который объявит мстящим гражданином Украины, ну, да, наверное, сбить можно было, предлагалось, собьют где-нибудь ближе к Украине или в Африке хорошо бы, или над морем, где ничего найдут, тут сложно было поверить, что убивать будут над Тверью, и зрать будут над Тверью, на шуте Москва-Питер, потому что просто, ну, это посылает очень грустный сигнал, в том числе о безопасности внутри России, потому что если это сделала власть, то это довольно такой яркий теракт в самом центре страны, если это сделала не власть, допустим, то это еще более грустная история, когда из Москвы в Питер частный борт можно взорвать, а если мы с пассажирами обычными, поэтому я думаю, было сочетание усталости, того, что его ресурсно загоняли в воронку, где у него было меньше опций спасаться и защищать себя, плюс экономия времени, ну и не веря, что вот в это месте и в это время оказалось, что логично было либо сразу после мятежа его убить, либо дать всему забыться и потом сказать, ну, слушайте, но он уже прожил там полтора года, а сейчас внезапно сгибу в Африке, ну, какое-то что-нибудь к этому имею, может все равно там были, а так, конечно, вышло неожиданным показателем, скажем так. У меня еще ощущение, что у Пригожина, в общем, все, ну и до этого, но просто в последние полтора года в связи с началом вторжения это как-то все вылезло наружу, у него было как будто бы какое-то специальное разрешение от Путина, от власти на насилие. То есть сразу вспоминаются все эти истории, опять же, даже про внесудебные казни, свидетельства украинской страны о том, как именно наемники ЧВК Вагнера себя вели на территории Украины. Вместе с Пригожиным погибло ли вот это вот, как сказать, ну, да, какое-то особое разрешение на невероятную жестокость и насилие. Знаете, в вашем вопросе меня удивило слово ощущение, что им дали такое право на насилие, потому что мне казалось, это разве что не было публично сказано. Знаете, тут это... Ну, хорошо, да, я, наверное, да, естественно, я понимаю, что это данность. Есть насилие как юридическое понятие, есть насилие как такое бытийное. Юридическое понятие, да, я думаю, что мы подходим к концу, потому что Пригожин, по сути, был самой яркой точкой, где российская власть дадилась монополией на насилие, как на право применять силы убивать вне государственных органов. И по сути, как я сказал, у нас было две таких точки, это было Чевака Вагнера и, как же так, Кадыровская, назовем это «Братья», потому что там есть сложные институты, и все из них организованы. Но при этом Кадыров хотя бы формально чаще всего остается в рамках государства. Мы понимаем, что есть проблемы управления, есть проблемы в детекале, но тем не менее его войска почти все так или иначе записаны или приписаны к органам власти. Поэтому в плане монополиона насилия группа Вагнера была самой выдающейся яркой, ярким исключением этого правила. И похоже, что монополиона насилия в России возвращается обратно государству, пока именно к этому оно стремится. Если же говорить о насилии в бытовом плане и житейском, у меня нет ощущения, что группа Вагнера была исключением, потому что вся история начала войны пропитана рассказами о подозреваемых военных преступлениях. Одной бучи достаточно и того, что было обнаружено на освобожденных территориях Харьковской области. И вовсе очевидно, что насилие является большой чертой действия СИСК-армии. Причем я глубоко не уверен, что чертой осознанной, потому что особенно на ранних этапах войны, еще во время Бучи, не было никакого большого смысла в таком массовом жестоком насилии. Особенно, если мы говорим о том, что эти регионы предполагают подсоединять к себе, а Украину делать дружесной державой, нет никакой нужды резать минных жителей, пугать минных жителей, насиливать минных жителей, нет никакого террора, который нужно устраивать, потому что мы не видим на самом деле активной партизанской борьбы, там есть какие-то отдельные инциденты на юге и то непонятно, это партизаны или это разведка Украины, поэтому это насилие, оно явно избыточное и происходит не от того, что его хотят насадить, а от того, что ему не могут помешать или не хотят тратить усилия на то, что ему помешать, а так группы озабленных вооруженных людей, у которых справа-слева побывали по товарищу, они, естественно, будут творить не знамо что, если их не сдерживать, если за ними не ходит собственная военная полиция, прокуратура не останавливают командиры, поэтому нет, я думаю, насилие, к сожалению, не уменьшится, возможно, его будут меньше снимать на камеры и размахивать кувалдами, но с другой стороны, то, что его не будут снимать, значит, его стоит меньше, количество войск странных, скажем так, странного происхождения в России не уменьшается, всех этих зэков, я понимаю, переводят и перевели их состав Минобороны, от того, что они больше не пригожинские зэки, не делают их бравыми солдатами строгой выручки. да, я с вами соглашусь, наверное, не будет такого общественного, показательного и вот этих всех видеосъемок ужасных с казнями и так далее, потому что Пригожин, правда, это сделал каким-то культом, именно вот таким масс-культом, что мы это все наблюдали в телеграм-каналах. За телеграм-каналами с обеих сторон искать фронта, но да, там не так часто попадаются столь экзотичные видео, как убийство людей кувалдами, да, согласился, что это все-таки экзотика даже по нашим вегетарианским временам, но из той, с другой, с этой границы люди упиваются в виде взрывов солдат-противник, попаданием всяческих ланцетов и прочих дронов, скамикадзе, расстрелами людей в окопах, и это неизбежное последствие войны, ожесточения, ослабления, поэтому такого в идеальном, наверное, мире стороны воюющие должны убивать друг друга, но при этом иметь уважение к противнику, но вряд ли о каком-то уважении может и речь как с одной стороны, у нас есть безумные пропаганды, делающие противника нацистами, не людьми, а с другой стороны, есть естественное оздобление от того, что на страну напали и творят то, что творят, поэтому нет, мне кажется, что вы сможете о том, что мы меньше увидим такой экзотики, ну и слава богу, если так случится.